Добрый день, меня зовут Евгения Куземинская, я отвечаю за раскрытие, реализацию 100 тысяч талантов компании ДТЭК. Ключевой темой считаю тему самомотивация и хочу серию наших небольших мастер-классов посвятить тому, чтобы мы наконец-то больше времени и усилий уделили тому, чтобы работать над «надо». Вспомните о своих обещаниях и желаниях, нереализованных желаниях, когда в последний раз вы себе обещали, что вы учите язык, приобретете прекрасную физическую форму, избавитесь от вредных привычек или найдете работу своей мечты. Кто-то делает такие обещания и дает себе под Новый год, кто-то в день рождения, кто-то чаще, каждый понедельник. Но на практике только 4% людей действительно меняют свои привычки и достигают поставленной цели. Почему такой маленький процент? Не задумывались? Как часто думаете вы об одном, а делаете другое? Вы говорили себе, что не стоит съедать больше одного кусочка шоколадки, а проглатываете одну сладость за другой. Знакомая ситуация? Или убеждаете себя встать с постели и вот именно сегодня начать делать зарядку. А что-то внутри говорит? Поспи еще немножко. Мы состоим из противоречия. Надо и хочу. Для того, чтобы примирить наше «надо» и «хочу», важно знать три факта о силе воли, которые отвечают за «надо». Итак, сила воли. Первое. Она проявляется в ситуации внутреннего конфликта. Например, долгосрочная цель – наконец-то выучить язык. А прям 7-минутное ваше желание из эмоционального мозга «хочу» получить удовольствие. Ну, например, посмотреть телевизор или посидеть в сети. Ну и так далее. Второе. Она похожа на мышцу. А это что означает? Что мы можем ее тренировать. Третье. Она расходуется. Например, когда вы берете задачи не по силам, то вы истощаете волевой ресурс. Поэтому, знаете, это очень важный третий факт. И четвертое. Мы более волевые утром, а вечером нет биологического заряда. Поэтому, если вы что-то решили изменить, то лучше это делайте в первой половине дня. Что является пожирателями воли? Стресс, хронические болезни, недосык, многозадачность. Мы уже с вами об этом говорили выше. Неправильная еда, хотя, казалось бы, да, как пища может быть связана с силой воли. Оказывается, есть прямая связь. Отсутствие вашего режима. Ваша самокритичность. И поблажки или переоценка возможностей. Здесь очень важно знать, как тренировать мышцу надо. Вы же помните второй факт, что ее можно тренировать. Аэромные нагрузки. Верх труссоль, например, быстрая ходьба, плавание, если не подходит велосипед. Любая регулярная деятельность на протяжении 30 дней и не менее 5 минут в день. И в процессе превращения в привычку воля закаляется. Вот очень важный момент. И развивайте осознанность. Кому что подходит? Медитация, йога. Помните, для любого изменения необходимы три вещи. Ваши желания, решимость и настойчивость. На самую распространенную отговорку «У меня нет времени» я привожу цитату Лао Ци. Время – категория, относящаяся к созиданию. Сказать «У меня нет на это времени» означает сказать «Я не хочу этого делать». Будьте решимы и захотите чего-то сильное и по-настоящему. А волю мы уже знаем, как тренировать. Для особо любознательных рекомендую книгу «Магониал Келли. Сила воли. Как развивать и укрепить». До встречи!